Я ждал примерно такого. Может быть, я думал, что несколько больше будет у Баргаваджа. Примерно столько, сколько получилось. Я ждал у Лойса голосов. Остальные все тоже так примерно и ожидалось, мне кажется. Может быть, я оценивал шансы, да, шансы МКЛ, но где-нибудь в районе между 70 и 80, не так высоко. Это, мне кажется, конкретно эта вещь, может быть, это результат того, что происходило в последний день и ночь. Я имею в виду обыски в Баргаваджа или объявление об этих обысках. Но не важно. В общем, и целый результат, конечно, был предъявлен. Значит, что мне кажется важным, если говорить о собственных выборах, да, о первое, что показали выборы. Но, в общем, очень высокую легитимность нынешних исполнительных властей не показали. Это были, конечно, никакие не выборы мэра города. Это был очередной ввод доверия. Строго говоря, это были первые выборы после смены исполнительной власти, после начавшейся продажи власти. По-серьезному. И на этих выборах, как минимум, гереванцы подтвердили чрезвычайно высокий ретик, я бы сказал, исполнительной власти. Вот так я бы сказал. Второе, что они показали, я думаю, что более или менее такой, я, по крайней мере, ждал примерно такую явку. С одной стороны, это выборы городские, а на городских выборах явка никогда не бывает слишком большой. В прошлом году она была даже несколько ниже. С другой стороны, как я уже сказал, на мой взгляд, реально городскими выборами эти выборы не были. Это было трудновение, то есть это были политические выборы. И риторика была политического репортажа для компании. Соответственно, для политических выборов, казалось бы, не очень большая явка. Третий тезис мой будет следующий. Объяснить для политических выборов гидридскую явку очень легко, на самом деле, потому что это так называемая прокляция победителя. То есть выборы были некаккурентные. В общем, всем было понятно, кто будет побеждать. И из этого это обычно приводит к риской явке. То есть люди, которые хотят голосовать против, они не верят в ходьбе до своего кандидата. И на избирательные участки идут. То есть так это, в общем, не очень сложно объяснить. Ну и четвертое, очевидно, можно говорить, ну, вы знаете как, я не юрист, я говорю как политолог, да. У финансового ресурса, говорят, нельзя людей не привозили, люди не платили, судя по всему. Ну, а если так, это очень трудно подсчитать, потому что на прошлых выборах всегда эта проблема встает. То есть из тех людей, которых привезли на автобусе и которым заплатили взятку в том или ином виде, непонятно какое количество из этих людей и так пришли бы на выборы, и как они проголосовали во всему, если бы они голосовали свободно. Это социологически не отслеживается. То есть в принципе отслеживается, но у нас не было такого рода, довольно дорогие исследования. Поэтому там, я думаю, что более или менее так на так, та эйфория, которая еще жива и превратила эти выборы в политические выборы, и отсутствие вот этих дополнительного привлечения людей к участкам, не идеологическими методами, они более или менее, наверное, компенсируются. Там может быть разница, но она, я не знаю, сколько, да, измеряется процентов, 5 процентов, 7 процентов. То есть вот каждая конкретная партия взяла ли она 2 процента или 2,5 процента, ну, в общем, большой роли не играет. То есть победа, она очевидна. Победа – это подтверждение высокого рейтинга, как минимум, в Еливании, и подтверждение широкой легитимности. Значит, это то, что касается собственных результатов выборов. Теперь, если о малоприятных результатах, то, что я вижу, да, выборы показали отсутствие политических партнеров. Со стороны того, что оппонировало республиканцы и в каком бы то ни было виде Роберт Кочеля не участвовали в этих выборах. Те, кто участвовали, кроме Луиса и Баргаваджа, участвовали в рамках социологической погрешности. То есть это как раз показывает даже не слабость, а коллапс в спортивной системе. Луис-парламент будет затянут благодаря законам о трех партиях. Реально он должен был как блок набрать 8%, а он не мог набрать 8%. Я думаю, это было понятно и до этого. Баргавадж набрал, на мой взгляд, несколько меньше, чем я ожидал. Не чем мог бы набрать, а чем я ожидал. И это может быть результат той жесткости избирательной кампании. Избирательная кампания была превышена фактически в политическую. Это были политические моменты. И Баргавадю не удалось набрать серьезный процесс голосов. Тем более, что есть объективные показатели. Ну, в Ереване крестьян, скажем так, где-то уже долго. В общем, традиционный электорат Баргаваджа Астамина, он лежит за пределами этого дела города. Значит, далее. Собственно, выборы Инкаин, Лидаром, на мой взгляд, на выборы пошел Инкаин, а не гражданский договор. Да, партию спрятали. Это были выборы, можно сказать, что первого лица страны, то есть премьер-министра. Можно сказать, что эйфории, то есть демонстрация широкой поддержки. Господин Баргаваджан, он, конечно, бенефицарий этих выборов. Но мне, опять же, кажется, что если вместо господина Баргаваджан был бы любой другой человек, то было бы то же самое. Выборы тянули на себе не партия, а выборы тянули на себе личность. Личность господина Паширина. А это показывает то, что в стране с парламентским способом управления политразвитых политических партий нет. Я говорю, конечно, с некоторой степенью нахлеста, правильно говорить профессионалами, что они малоразвиты, маргинальные и так далее. Но, в общем, в политической жизни их присутствие практически не видно. Это обстоятельство. Плюс тем обстоятельством, что мы видим процент голосов за правящую партию. Ну, вот такой, который обычно бывает в прото-демократиях, да в развитых демократических системах. За 80% людей, я буду честно, за какую-либо партию не голосовать. Ну, и вернулись в начало 90-х. Эта ситуация начала 90-х, когда политическая система в общем, я не знаю, что не произносит глупых слов, должна быть заново создана, если будет заново создана. А голосование принимает такой характер, который оно принимает при массовой широкой поддержке, массовой эйфоризме. Чрезвычайно логично из результатов этих выборов исходят парламентские выборы. То есть, я, конечно, важно не то, что считает Искандарян, важно то, что считает Пашигян, но довольно рационально было бы после вот этой демонстрации широкой социальной поддержки, идти как можно быстрее на парламентские выборы. Я думаю, что вероятность проведения парламентских выборов, причем достаточно быстро, она достаточно велика. Потому что она рациональна, у меня нет никакого инсайда, кроме того, что вы только что мне процитировали, но это тоже не инсайд. Но в общем, это было бы логично. То есть, держать такой парламент до 1922 года, это, во-первых, было бы, в общем, непросто, а сталкивались мы с проблемами управленческими, и потом представлять такую высокую популярность до 1922 года, и что в 1922 году выигрыш был бы обеспечен так, как он похуже обеспечен сейчас, я бы не стал. Те проблемы, которые стоят перед господином Пашиняном и его соратниками в организации выборов, это все проблемы технические. Я могу часами об этом говорить, конечно, но не нужно этого, вы сами все без меня это понимаете. То есть, это проблема легального свойства, проблема законодательства и проблема такого рода, что республиканцы по-прежнему составляют большинство в парламенте. Я думаю, что при условии политической воли элитно-выборы и широкой поддержке масс такого рода проблемы преодолевают. Техническое решение будет найдено, если будет воля, и выборы будут произведены. Насколько это техническое решение будет законным или нет, это второй вопрос. Но, повторюсь, я придумал, это не юрист, и политическая ситуация подводит к тому, что новые выборы становятся. Ну, конечно, есть это необходимость, только представить себе, что даже за полгода будет произведена эта работа, которая должна была произведена за предыдущие 30, а в других странах, она иногда занимает десятки или иногда сотни, то есть формирование партийной системы, развитых политической партией, культуры, голосования соответствующего, институционализации политической системы просто невозможно. То есть я не думаю, что можно думать, что за полгода вот из того материала, который мы все видим, что родится сколько-нибудь серьезная политическая сила, готовая посерьезно оппонировать нынешней элите. Слово оппонировать происходит от латинского слова, которое в переводе означает «стоять напротив». Вот напротив Пашиняна и его соратников никто сейчас не стоит. Это изменится, обязательно изменится, такие высокие рейтинги не могут держаться долго, а то эйфория и эйфория, что она качается когда-то. Но это вопрос не сегодняшний день, а именно из этого исходя, я думаю, что чрезвычайно рационально для новых властей выборы проводить быстро, пока есть высокая проблема.